Все мы не умеем снимать в каком-то смысле. Нифига, это сложнейший вопрос. Мне не повезло грибочку. Грибочек не резкий. И надо купить другой объектив. В ручном режиме ты не будешь ради этого менять настройки. Большинство же фотографов композиция вот такая тупая, она вообще ничего не дает. Сейчас удивитесь, расскажу маленький секрет. Автоматика любая может быть не самым лучшим решением. Привет, и мы начнем. Сегодня у нас классная тема. Почему ты не умеешь снимать? Не воспринимайте это как личную атаку. Я, мы все, мы не умеем снимать в каком-то смысле. И идея этого стрима именно такая. То есть вычислить какие-то точки практически. Я решил брать не что-то такое, знаете, абстрактное, глобальное. Я решил брать суперконкретные ремесленные моменты. Вот какие наши действия именно с точки зрения управления фотоаппаратом. Что, где мы лажаем. А правильно сказать вот так вот, вот так вот, пожалуй. Пять причин, почему уходит не так, как нам хотелось бы. Наверное, многие подумают, что первая причина – это ты. Это, помните, в песне, как «Первая причина – это ты». Вот, а вторая – что-то там еще. Это, конечно, шутка. Нет, это я просто пошутил. Но, кстати, прикольно. В каком-то смысле, может быть, да. Вторая – все мечты. В каком-то смысле причиной любого и удачи, и неудачи являемся мы сами в первую очередь. Наши установки, выборы, действия, которые мы совершали раньше и так далее. Но мы сегодня не будем говорить об этом. Мы будем говорить о более прозаичных вещах. И начнем мы вот с чего. Смотрите, дорогие мои. Резкость. Итак, первая причина – резкость. Сейчас мы поговорим. Казалось бы, это все очень просто. Резко – не резко. Все. Нифига. Это сложнейший вопрос. И то, что я говорю, что резкость – это часто причина неудачных кадров, да, которые нас расстраивают. Я имею в виду, конечно, не то, что всегда надо снимать все абсолютно резко. Нет. Можно делать классные не резкие кадры. Но, опять же, даже не резкие кадры, мы сегодня посмотрим, они бывают удачно не резкие, а бывают не очень разные, да. Но резкость – это, да, первая причина. Потому что, смотрите, сколько существует проблем, связанных с резкостью. Основная фишка в следующем. Большинство людей, которые, ну, не суперопытные, да, скорее, давайте говорить, новички или просто любители, они часто имеют дело с резкими кадрами, они даже не понимают до конца, почему кадр вышел не резкий. То есть, может быть, разные причины того, что кадр не резкий. Человек смотрит, говорит, ну, вот не резко получилось, у него бывает в мыслях одно, там, он думает, наверное, руки дрожали, выдержка слишком длинная. И вот здесь вот, смотрите, интересно, что у нерезкости куча разных причин, и самое здесь главное, чтобы вас вот не расстраивали эти нерезкие кадры, когда вам хотелось бы порезче, самое главное – научиться анализировать ошибочные кадры, то есть не забывать про них, а вот посмотреть, посмотреть параметры этого кадра и понять, по какой причине вы все-таки получили нерезкий кадр. То есть классифицировать, как доктор Хаус, да, болезнь классифицировать, и тогда можно лечить, тогда можно избавиться от этого в следующий раз. И вот я вам сейчас расскажу, что существует, оказывается, аж шесть причин нерезких кадров. Ну, первая очевидная причина – это фокус мима, да, и это здесь есть разное, опять же, первое, надо, как вы фокусируетесь. Есть очень часто на камеру ваня, ну, то, что камера плохо фокусируется. И если у вас зеркальная камера, там действительно такое бывает, что там, например, центральная точка фокуса еще худо-бедно работает, остальные не такие хорошие. Там, опять же, нельзя проверить, как сфокусировался, пока не посмотрел кадр. То есть бывает, когда виновата техника. Например, очень темно, и вот в такой темноте этот фотоаппарат, ну, не цепляется. Но очень часто фокусировка мимо, фокусировка мимо происходит не по вине фотоаппарата, по вине человека. Потому что, во-первых, человек не понимает, что системе автофокуса нужны определенные контрастные. То есть не может автофокус хорошо зацепиться за ровную какую-то поверхность. Ему нужно что-то контрастное, какие-то линии, контрастные элементы. И вот если грамотно навести, тут даже в темноте, когда фотоаппарат плохо фокусируется, навести вот эту точку на правильный предмет, то у вас фокус словится. А если не на правильный, то он, может быть, даже и покажет, что он словился, но реально он будет где-то мимо. Ну, вручную фокусироваться, это когда у тебя входик для этого приспособлен, ты хорошо умеешь, это, конечно, здорово, но не всегда бы хотелось. Более того, фокусировка вручную, она, к сожалению, все равно будет все время чуть-чуть мимо, она не будет давать такой максимального качества, особенно с многопиксельной камерой. Тут надо тоже знать и чувствовать, как это устроено. Так как я снимаю на автоаппарат с ручным фокусом, лейка, длинномерный, и так как я снимаю на автоматический фокус, Hustle Blatt, я очень хорошо знаю эту разницу, как все это происходит. Так вот, фокусировка мимо. Есть куча причин. Например, даже такая простая причина, что когда вы фокусируетесь, вот вы сфокусируетесь, у вас все резко что-то, дальше вы немножко перекадрируете, строите кадр, ищите ракурс, и у вас уже уходит расстояние, и вы уже промахиваетесь. То есть иногда никто не виноват. Ну, то есть, в каком смысле никто не виноват? Автоаппарат сфокусировался четко, но между моментом, когда вы сфокусировались и сделали кадр, есть промежуток времени, и вы немножко навели куда-то не туда. Вот такая история, поэтому фокусировка мимо. Здесь советую подружиться со своей камерой, действительно разобраться и узнать, где она лучше фокусируется, где хуже, за что она цепляется, за что нет. Убедиться, что ваша камера, скажем так, не обманывает вас. То есть, если она говорит, что она навелась, она навелась. Если она говорит, что она промахнулась, она... Ну, это понятно, она промахнулась. Вот. И научиться ей помогать. То есть, выбирать такие контрастные элементы, такие какие-то штучки, и держать на них четко вот точку фокусировки, пока она пытается вот навестись и так далее. Вот. Это очень важно. После того, как камера навелась, я рекомендую тоже не особо не дергаться, не менять состояние между собой, помнить об этом. И это всего лишь первая причина, первая причина, по которой мы получаем нерезкие картинки. То есть, либо техника промазалась фокусировкой, либо мы потом, да, чуть-чуть сдвинулись и тоже попали мимо фокусировки. Есть причины печальные, то есть, когда у вас, например, разъюстирована оптика для зеркалок, разъюстирована камера. То есть, когда камера уже косит, ей кажется, что она наводится, она наводится мимо. Об этом я не говорю, но такое тоже бывает. Если у вас на всех снимках одинаковые ошибки по фокусу, здесь все эти условия, то стоит задуматься, что что-то не то с техникой, да. И это тоже попадает сюда, фокусировку мимо, но здесь причиной является уже просто неисправность фотоаппарата или его нештатная работа. Мы все-таки говорим о ситуации, когда он, ну, скажем так, в большинстве случаев работает и попадает, да, но иногда вот получилось хорошо. Вторая причина. Смотрите, идем дальше. Давайте я примеру и покажу. Значит, ну, фокусировка мимо понятна. Вот, хотели на один дуванчик навестись, попали на другой. Кстати, здесь еще мы попадаем в очень интересный вопрос, связанный с тем, что когда у нас слишком узкий грипп, то есть слишком узкая глубина резкости, это вторая самая частая причина нерезких картинок, мы очень любим снимать на открытой диафрагме. Вот мы покупаем такие офигенные объективы, у которых там супер дырка, да, 1,2 там, и у них глубина резкости, там, полсантиметра. Типа, часть глаза резкая, а часть уже нет. И дальше потом мы обнаруживаем вот такой интересный эффект, что вот есть, дуванчик, он круглый. И вопрос, куда наводиться? Ну, если мы наводимся в центр дуванчика, то его края уже размыты. Если мы наводимся по краям, то центр размыты. Это очень часто с людьми, или там, вот котик с каким-то глазиком, вот куда здесь наводиться? То есть, глаз не такой маленький, даже у глаза есть размер, да, вокруг глаза есть много шерсти, и куда здесь ненавидись, если у тебя такая супер маленькая глубина резкости, получается, ну, как бы, ну, не крутая картинка. То есть, есть разумный предел, ошибка заключается часто в том, что считают, что прямо вот пилотаж это снимать на вот, на самой размытой дыре, на самой открытой, да, вот с размытием. Это не всегда хорошо. Посмотрите на этот грибочек. Ну, не повезло грибочку, грибочек не резкий, и он не может быть резким. Здесь резкость вот на этих вот стручках, как их сказать, вот эти там такие штучняшки растут, три, да, но по-хорошему, пуму, вот если вдуматься, пуму, эта картинка не выигрывает от того, что на ней резкие только три маленьких росточка. Все остальное здесь чуть-чуть мимо резкости, это не круто. Не сильно мимо, а чуть-чуть, то есть, грибок, он весь чуть-чуть, у него где-то там сбоку есть чуть-чуть резкая зона, но вот основная часть его повернутая к нами, она теряет текстуру, теряет фактуру, и вопрос заключается здесь в том, что просто, блин, закрой диафрагму, надо закрывать диафрагму, то есть, абсолютно часто проблема с резкостью заключается в том, что мы слишком кран диафрагму, не обязательно все снимать на открытой диафрагме, есть очень много сюжетов в ситуации, надо подумать и подобрать такую диафрагму, чтобы вот у вас вот есть модель, вот я сейчас, вот меня снимает видео, да, смотрите, у меня глаза резкие, лицо резкое, уши уже немножко нет, стул уже не резкий, диафрагма 4.0, то есть здесь объектив 1.8, диафрагма закрыта до 4.0, да, потому что если сделать 1.8, будет слишком мыльно, и поэтому, поэтому очень хорошо знать, в частности, знать свои объективы, например, знать, что вот у меня есть такой-то портретный объектив, если я хочу вот снять человека, вот его портрет, да, и хочу, чтобы все лицо было резкое, а не так, что один глаз резкий, другой нет, или губы не резкие, или там, при том, что глаза резкие, да, то что я делаю? Я должен поставить диафрагму не 1.4, а 2.8, хотя бы, или там 4.0, значит, третья причина, это с массы задвижения камеры, то есть на более или менее длинной выдержке есть вибрации камеры, ну, например, вы нажимаете на кнопку, и камера у вас в руках дрожит, или у вас дрожат руки, или вы едете и трясетесь, или в камере зеркало, и когда оно хлопает, оно тоже дает небольшую вибрацию, как бы ее не старались убрать, или затвор, или даже вот само нажатие кнопки, да, если вы делаете, надо, кстати, уметь хорошо нажимать кнопку, потому что новички, они обычно нажимают прям как там в себя, они такие, и каждое нажатие кнопки вызывает тряску камеры, профессионал нажимает кнопку гораздо плавнее, так, чтобы не, так ее продавливает, чтобы не трясти, да, вот не так нажимает, а вот продавливает аккуратно, видите, телефон при этом не дергается, и даже на телефоне это есть, этот факт, можно нажимать кнопки по-разному, тем более на фотоаппаратах, опять же, кнопки есть более или менее удачные, у разных фотиков, и здесь вопрос, конечно, в первую очередь, определенной выдержки, то есть, если выдержка длиннее определенного, да, то есть риск на вашей камере, вот с определенным, каким-то камерой, что картинка смажется, но, оказывается, есть не только варианты, связанные с движением камеры, то, что называется шевеленка, но есть еще и смаз, связанные с движением объекта, например, вы можете очень круто снимать на 1,30, но, в смысле, если модель двигается, то на 1,30 это будет уже видно, причем, очень часто, это не везде, то есть, например, вся модель может быть резкой, но ее рука одна чуть-чуть, или тело, или что-то немножко будет двигаться, даже вот просто висящие, расслабленные руки, они пульсируют от ударов сердца, и вот такие вещи бывают, да, лицо тоже, если напряженный человек позирует, у него, вот здесь есть небольшой тремор, поэтому есть такие выдержки, на которых нерезкость может получаться не из-за того, что вы, ну, с вами что-то не так, да, вы можете поставить камеру на штатив, там, предварительно поднять зеркало, то есть, все обеспечить абсолютно идеально, но все равно, модель в кадре, она тоже может двигаться, суетиться, а если это тем более репортаж, если это танцующие люди, там становятся еще более интересные цифры, хорошо, поэтому вот есть два смаза, один смаз вызван с вашей стороны, камера, ее там шуток зеркало, то, что вы ее дергаете, как кнопку нажимаете, ваше движение, да, и второе, это движение объекта, и даже на 1,60 они иногда могут сказываться, все это бывает, дальше интересный вопрос оптика, смотрите, здесь бывает две вопросы, оптика может быть причиной нерезкости, правда, многие люди, они наоборот, в первую очередь, то есть у них нерезкие картинки, надо купить другой объектив, или у меня фотик плохой, нет, здесь есть такие тонкие моменты, например, есть современные фотоаппараты, у которых очень много мегапикселей, там 40, 50, 60, 100, и справедливости ради, много оптики, которая была создана в предыдущие годы, ну, просто не рассчитана на такое разрешение, если смотреть картинку целиком, вот как она есть, в мониторе открыть, не приближаюсь, там все нормально, но когда вы приближаете с лупой, у вас всегда, постоянно будет вот эта история, что картинка будет такая ватная, мальноватая, недостаточно резкая, потому что просто-напросто может действительно существовать оптика, которая не разрешает вашу матрицу, я бы особенно здесь не переживал, потому что сейчас все смотрят с телефонов, в основном, какая разница там на таком разрешении, но если для вас вот важно, вот если вот вы купили, вот для меня, например, важно, у меня вот есть хосельблат, и там есть 100 мегапикселей, я на него попробовал надевать чужие объективы, и понял, что они, ну, не тянут, и поэтому только родная оптика, причем новые объективы, которые вот точно, даже на открытой диафрагме, это прямо все вот звенящая резкость каждого из 100 мегапикселей, ну, мне так спокойнее, да, ну, то есть, может быть причиной оптика в плане того, что она просто может быть, например, старая, какие-нибудь старые объективы не всегда разрешают всей современной матрицы, не переживайте, это факт, если начинает закрывать диафрагму, становится лучше, но я говорю о случае, когда, например, диафрагма открыта, или подоткрыта, но есть вторая причина, тоже связанная с оптикой, которую надо знать, бывает, оптике не повезло, ну, скажем, вот, ну, банально, ну, во-первых, да, бывает не очень хорошая оптика, но даже если у вас хорошая оптика, ну, то есть, сам по себе объектив неплохой, по идее должен, лично у вас, может быть, экземпляр, который, вот, ну, ударили его, это особенно с зумами бывает, там много движущихся, там все линзы, они двигаются друг от нас на друга, если в какой-нибудь неудачный момент его приложить где-нибудь, может так случиться, что потом он не особо будет резкий, причем бывают разные интересные истории, например, я видел объективы, которые на длинном конце зума все резко, там на широком что-то уже поплыло и не может резко, ну, в общем, оптика может быть виновата, как в плане того, что с ней что-то не так, так и просто потому, что она, ну, не до конца справляется с вашим современным крутым фотиком, такое тоже бывает иногда, и освещение, вот здесь он мне скажет, ну, блин, ну, нет, ты чего, как бы освещение не влияет на резкость, и это не так, дело в том, что освещение, ну, не на резкость в классическом понимании, ну, на детализацию поверхности, то есть представьте себе, у вас есть некая поверхность, у нее есть микрорельеф, какая-нибудь очень текстура кожи, например, если у вас, вы снимаете вспышкой, вот эти все детальки очень четко прорисовываются и проявляются, а если у вас, допустим, вы снимаете эту же кожу, в пламени свечи, и пламя свечи колышется, то есть оно не постоянное, свеча, ну, есть такой свет, который очень такой уходящий, желтый, он вот пламя костра или пламя свечи, он меняет свою конфигурацию, и тогда вот весь этот рельеф, он будет смазан, то есть всегда будут касаться предметы в таком свете, немножко заблюренным, как бы вы там не закрывали диафрагму, не ставили фотоаппарат на что-то, освещение, оно действительно может быть таким, что в нем будет картинка казаться не резкой, не за счет того, что нет реальной резкости оптика, за счет того, что мелкие детали и текстура поверхности будет смыта из-за этого вот такого света, вот такой еще есть опыт, это совсем редкая экзотическая история, но тоже знайте, тоже иногда знайте. А еще, кстати, одна причина не резкости, о которой здесь не упомяну, но чтобы вам тоже было интересно, дорогие мои, это шумоподавление, особенно сейчас вот телефоны, особенно камеры на супервысоком ISO, сейчас очень крутые алгоритмы шумоподавления, но любое подавление шума заодно убивает и деталь. И вот, например, в телефоне вы все это знаете, что в темноте, когда снимаешь, сразу начинает теряться текстура, теряться детализация, становится все таким мальноватым на любом самом хорошем, самом дорогом телефоне. Вот еще одна причина не резкости, шумоподавление. Надо, смотрите, давайте еще покажу примеры. Вот тоже классический пример, есть красивая шляпа, есть девушка, у нее есть прическа, сережки, но ничего этого уже не углядеть, из-за просто того, что ну давайте откроем пол, у тебя фраза, да, вот человек, настолько у него маленькая глубина резкости, что задаешь вопрос, а надо ли так? То есть, а это оптимально ли в данном случае? Ведь ничего здесь не отвлекает. Вот если бы ее волосы, шляпа чуть лучше были проработаны, было бы плохо? Нет, не было бы плохо, если бы кожу мы ее могли увидеть, у нее даже, блин, щеки уже размылись и уши. Было бы хуже? Да не было бы хуже. Ну вот тот случай, когда просто нужно подумать и подзакрыть диафрагму, не везде нужно слепо, тупо снимать все, фокусируясь только по глазам, на самой открытой дырке. Вот они, да, вот разные бывают размытия, в движении, аппарат трясется, бежит фотограф, те объекты бегут, и все движется, иногда, ну это может быть желанный эффект. Здесь, конечно, не самая удачная фаза ног, не могу назвать это удачным результатом, но кто-то может быть специально. Вот классический пример размытия, где удачный эффект, здесь смаз на карусели, это именно эффект, он классный, но потому что здесь есть люди резкие, есть то, что размывается, это хорошо. И иногда, конечно, бывает и какой-то вот, ну просто неудачный вариант, это может быть даже неожиданный брак, он при этом интересно смотрится, то есть иногда может размыть классно. Вот особенно движение самого объекта, здесь движение объекта, а не движение фотографа, движение, здесь и проводка, и еще движение объекта. И в таком случае это может быть клевым эффектом, никто не спорит, то есть опять же, экспериментируйте, смотрите. Но здесь нужно подобрать хорошую выдержку, чтобы не слишком размывалось, да, а было вот при этом какое-то, что-то считывалось, что-то видно было. А иногда и все мутная картинка. Вот эта картинка полностью мутная, ну в смысле, что она размыта примерно во все стороны, и здесь большую роль играет даже вот этот вот дождик, да, вот видите, такие интересные капли летят. Ну это может быть прикольным эффектом. То есть опять же, как вы это посчитаете, в конце концов. Что такое экспозиция? Значит экспозиция, это по идее, когда мы выбираем, да, ярче или темнее будет снимок. Но есть еще такой момент, который, к сожалению, фотоаппарат несовершенен. Смотрите, экспозиции есть огромная проблема с ней связанная, которая заключается в следующем, что фотоаппарат не только может делать картинку светлее, темнее, но у него есть какой-то диапазон, который он берет, и все, что светлее этого диапазона, вылетает, то есть пересвечивается, да, там он уже деталь, он уже там не фотографирует детали какие-то, он видит, просто все заливается белым. А все, что темнее определенного, да, тоже становится абсолютно черным, там тоже нет деталей, их не вытащить. И вот эта проблема, то есть экспозиция, это задача, которая не решается всегда правильно. То есть есть такие сцены, есть такие ситуации, где нельзя вот сфотографировать так, чтобы и человек, и одежда, и задник, и все было хорошо проэкспонировано. Ну, невозможно. Почему с экспозицией бывают проблемы? Первая главная проблема, это вот эта идеология, что Раф простит, а фотошоп спасет, что типа снимай в Раф, потом все вытянешь, сейчас камера типа изулез, нет никакой разницы, какие ставить параметры, можно также вытянуть из Рафа, будет то же самое. Правильный ответ, при условии, что ничего не провалилось, и не вылезло. Потому что в середине, да, камера снимает все нормально, и можно вот эту середину гонять куда угодно. Но самые светлые на грани чувствительности камеры, самые темные на грани ее провала элементы, их нельзя гонять куда угодно. Если вы их с темноты достаете, переносите в середину, они выглядят плохо. Если вы их из пересвета практически достаете, и переносите в середину, они выглядят плохо. Вот середина гоняется куда угодно, из середины, то, что попало в середину эпазона входа, во время экспозиции вашей съемки, с ней можно делать вам все что угодно, туда-сюда, светлым, темным, как хотите, все будет хорошо. Но то, что было слишком темным или слишком светлым, к сожалению, вот эти огромные продвижения там портят, и там выглядит плохо. И поэтому нет, то есть когда вам говорят, что чуваки, да теория такая, что не важно, как ты снял по экспозиции, вытащишь из Рау хоть три ступени, хоть четыре, все будет точно так же, как если ты снял сразу правильно, это неправда. Но никто этого не делает, люди просто верят обычно на то, что говорится. Вот, они цепляются за факт того, что матрица изолез, но в действительности у матрицы есть два рабочих изо, это тоже там накладывает и так далее. Разница огромная. Поэтому, ребята, вот самая главная проблема с экспозицией связана с тем, что мы привыкаем особо не париться на тему правильной экспозиции, потому что нам кажется, что мы потом вытащим обработку, ничего страшного. Вот, это не так. То, что вы спасете обработкой, так же хорошо, как действительно правильно экспонированный сразу и снятый кадр, ни по объему, ни по цветам. В общем, суть в том, что вот эта вот установка, она приводит к такому отношению к экспозиции. Ну, типа, ну, примерно. Человек не чувствует экспозицию, не чувствует диапазон фотоаппарата. Вот, кстати, классическая история, да, то есть, если проснимать с разными параметрами абсолютно меняющийся портрет и потом потягать темные и светлые, выбрать самую удачную фотографию и тянуть к ней темные и светлые, там разница очень будет хорошо видна. Три ступени здесь, по твоим сведениям, три ступени, это буквально здесь шесть фоток, то есть, лишь одна, там, одна треть, одна четверть всего этого. То есть, в реальной жизни диапазон даже эмоциональный, вот, скажем, самая драматичная фотография, но еще не проваленная, от нее через три, две, три ступени средняя, объемная, и еще через две ступени гламурная, яркая, не проваленная. То есть, все эти фотки допустимы, это уже пять ступеней вариативности, просто по настроению, то есть, разные экспозиции дают разное настроение, но все это допустимо. Вот даже, вот смотрите, вот если у вас есть такая девушка, тупо, вот такая сюжет, да, то есть, начать мерить, то вот у нее кирпичи, у ее головы, это ноль ступеней, да, а на земле уже в шесть разниц, шесть ступеней. Ноги у нее, то есть, входит в темноту, там, на шесть-семь ступеней темнее, чем лицо. Вообще, если лицо тут плюс три, ноги минус восемь. Вот такой тут перепад, никакое вытягивание из рава не спасет такую контрастную сцену. Значит, чрезмерный контраст сцены, в общем, это такая тема частая, и здесь нужно это понять, то есть, нужно понять, что дело не в фотографии, не в фотоаппарате, а в сцене, то есть, сходность сцены надо что-то изменить, чтобы ее можно было нормально снять. Дальше, автоматика и поправки. Значит, надо уметь делать эти поправки, автоматика и фотоаппарат, они всегда ставят оптимальную экспозицию, к сожалению, нельзя ей доверять на 100%, и очень часто из-за этого получается не очень хорошо. Дальше, оптический водоискатель, это вроде бы здорово, люди были раньше, любили зеркалки, но в оптическом водоискателе мы не видим экспозицию, мы не знаем, что мы там снимаем, да, то есть, и это всегда проблема, потому что глаза, глаза наши подстраиваются, нам видно хорошо, а потом кадры смотрим, тут светло, тут темно, не очень хорошо. Дальше, интересной причиной является, проблем с экспозицией, является настройка экрана. Дело в том, что даже на беззеркальных камерах, попадем на экране, экран может показывать ярче, темнее, чем надо, то есть, нужно уметь настроить экран камеры, чтобы яркость сцены на экране, вот когда, например, в ручном режиме или по коррекции экспозиции делаете, соответствовала тому, что вы потом увидите на хорошем калиброванном мониторе и файле, вот, это не всегда так, многие люди не умеют настраивать экран на своей камере так, в разных режимах, бывает темное помещение, светлое, на улице, солнце, пасмурно, нужны разные настройки экрана, чтобы попадать в экспозицию действительно уверенно, то, что вы видели во время съемки, то, что было и в файле. Дальше, есть люди, которые любят всегда ручной режим и это тоже, вот сейчас я расскажу, это удивительно, но факт, то есть, чрезмерное предпочтение ручного режима приводит к менее хорошей экспозиции, почему? Потому что, немножко меняются нюансы, ручной режим ты поставил, настроил, достаточно грубо, да, с шагом часто в ступень или в половину человек делает, и, вот, ты настроил, а у тебя модель чуть-чуть ошла от окна и там буквально изменилась свет на полступени, да, но на цифре это уже видно, в принципе, то есть, немножко уже другая настроение, немножко кадр будет отличаться от соседних, но в ручном режиме ты не будешь ради этого менять настрой. Скажем так, когда человек снимает в ручном режиме, у него экспозиция очень часто скачет, когда меняются немного условия, там двигается чуть-чуть модель, немножко ракурс, ближе дальше к лампе, вот, на это все человек примерно плюет, ну, потому что невозможно же в каждом кадре прямо идеально заново в ручную настраивать экспозицию, да, все-таки вы как-то увлекаетесь, какой-то движух, снимаете, он так повернулся, так, и получается, что, как ни странно, очень часто лучше для правильной экспозиции, возможно, лучше не снимать в ручном режиме, если у вас есть определенная динамика происходящего, а снимать в автоматическом, но не забывать о поправках, и это выдаст в итоге более ровную и правильную экспозицию на кадрах, вот. Последняя история это переменные условия освещения, тоже это вот бывает регулярно, да, там солнце то выходит из-за того, что заходит, прям даже за одну секунду может несколько раз поменяться уровень, опять же, особенно при ручном режиме, например, вы идете, ваши модели движутся, это дети, они бегут по аллее, и каждые они бегут, из-за того, они больше света, потом меньше, поправку надо делать разную, вот. По поводу автояркости тоже очень интересный нюанс, автоматическая яркость получается, конечно, это очень хорошо, она дает абсолютное значение некой экрана, но в помещении на улице воспринимается по-разному, и получается иногда так, что если ставить автоматическую яркость на фотике, то, ну, автоматика любая может быть не самым лучшим решением, как на фотике, да, автоматическую экспозицию ты поправляешь, если у тебя модель на темном фоне, ты в одну сторону покоррекируешь экспозицию, если у тебя модель на светлом фоне, в другую, так вот, с автоматическим экраном фотика то же самое, если ты на улице нужно в одну сторону его сделать, то есть его нужно сделать в принципе чуть поярче того, что предлагает автоматика, потому что твои глаза и твоего восприятия такое будет. Если ты в темном помещении, надо сделать экран чуть потемнее того, что предложит автоматика, иначе тебе будут казаться снимки слишком яркими. В общем, прикол заключается в том, что автоматическая установка яркости экрана как раз и будет давать разницу, кадры с улицы будут немного в одну сторону в итоге восприниматься от того, что хотелось бы, а кадры с помещения в другую. Прикольно, когда есть автоматы, к нему еще поправки. То есть, вот, это, наверное, самая оптимальная история. Бывают хорошие автоматы, бывает не очень. В общем, надо смотреть. Я сталкивался неизнократно с фотиками, где автомат неудовлетворительный, но нужно чуть-чуть лучше ручками даже ставить. Еще важно понимать с экспозиции такой момент, то, что существует понятие тональности. То есть, не всегда мы хотим снимать как-то посередине. Иногда хочется снимать потемнее среднего или посветлее. Но и там тоже очень важен контраст сцены и прочее. То есть, важно, что вы снимаете, например, с высоких ключей, или низкий ключ. Очень важно, когда ты с пол. Кто там провалится, что останется. Или, например, в высоком ключе, чтобы ничего неприятных бликов не было. То есть, все было светлое, но не пересвечено, сохранился объем, форма, вот как здесь. И это тоже вопрос очень тонкого подбора экспозиции. Особенно тонко получается нужно подбирать экспозицию, когда вы снимаете вот такие сюжеты, то есть, которые близкие к темному или к светлому. Потому что, когда сюжет посередине, там проще, там объем и прочее сохранится. А вот именно в таких сюжетах больше риска, нужно экспозицию подбирать тоньше, аккуратно, очень легко. Чуть-чуть вот треть ступени, и уже выглядит не так хорошо. Какие проблемы со светом? Я не буду сейчас, конечно, рассказывать, у меня, потому что есть отдельный стрим про свет, несколько, причем разных, и так далее. Сейчас расскажу не на проблемы, да, то есть, что нам мешает фотографировать, какие косяки со светом, самое главное. Самое главное, я считаю, на первом месте по количеству испорченных кадров, это жесткий контрастный свет. Это связано, в принципе, с контрастом сцены, то есть, почему сцена может быть слишком контрастной и нехорошо влезать в фотоаппарат? Потому что свет слишком контрастный. Она очень яркий в одном месте и не хватает в другом месте. Это и называется контрастный контраст, это перепад между самым темным и самым светом. Так вот, жесткий свет тоже, чем он, потому что мягкий свет, там перепады смягчаются, на жестком резкие грани, здесь получается все яркое, в темноте все проваленное, чрезмерно агрессивный свет. Свет всегда лучше, когда он поспокойнее. Причем здесь работает такой закон, сейчас удивитесь, расскажу маленький секрет. Наши глаза, они гораздо терпимее к перепадам света, чем фотик. Поэтому часто глазами нам хочется сделать свет поконтрастнее, поярче, для глаз, для нашего комфорта. Но для фотика этот свет будет слишком контрастный. Поэтому профессионалы, они это знают, и они как бы смотрят глазами, и вот они выбирают такое освещение, например, чтобы модель расположить, да, в каком углу расположить модель. Там, где свет кажется уже немножко таким бесхарактерным, уже не самый объемный, не самый контрастный, а такой уже немножечко, немножечко вялый. Это прямо прикольная тема, то есть стараться, нужно стараться, контраст занизить меньше того, что нравится глазам. Фотику нравятся менее контрастные сцены, чем глаза. В плане потом объема, рендеринга и качества картинки. Здесь еще работает такой тонкий нюанс, можете сказать, ну а вдруг контраст будет недостаточен, будет слишком бесхарактерно, но я вам здесь скажу такой маленький секрет. Смотрите, задрать контраст, не понизить. Если у вас есть слабо контрастная фотка, сцена, она вся влезла в фотик, у вас есть вся информация, дальше можете взять ее в редактор и, пожалуйста, разгоняйте контраст, сколько влезет и потерь не будет. Просто увеличите контраст. Просто поймите, что по жизни нужно гнаться не за контрастным светом, не за самым громким звуком, но за качественным, чуть помягче, чем вашим глазам нравится даже. Дальше, второй пункт проблем – это неудачное направление и высота света. В целом, в основном самое большое количество неудачных кадров – это когда свет слишком высокий или какой-то, сейчас покажу пример, то есть направление неудачное. Причем, когда снимают людей, очень часто не понимают, что вот если свет доступный, человек как встал, так и встал. А если в частности его можно развернуть на 90 градусов, будет гораздо лучше. В той же самой точке, даже не уходя из нее. Вот это вообще не делают и это очень нехорошо. Дальше, недостаток заполнения в тенях, то есть провальные тени. Плохие источники, нестабильный свет, вспышка от вспышки в вспышки по-разному. Или лампочки. Знаете, такие едкие лампы, которых делаешь фотки где-нибудь в школе, да, и то кожа желтая, то зеленая, у которых во времени меняется их сигнал. Вот такие источники света в ахе. Есть редкие случаи, когда силуэтность в глубокие тени плюс. Но чаще лучше, когда в глубоких тенях что-то есть. То есть, когда в тени все равно там что-то есть, видно. Вот, например, вот ее футболка, она могла быть чуть видна. И ее вот щека вот полностью проваленная, глазница, она могла быть чуть видна там, чуть-чуть. И это было бы лучше. Ну, какой тут глубокий футболок? Ну, это просто банально, как правило, люди не умеют снижать контраст сцены, они пользуются переконтрастночным светом. Это все равно, что человек готовит, слишком много специй навалил в еду. Вот это примерно так. Слишком громко играет, но не умел на гитаре. Вот что это. Вот для меня это вот так вот. Я не вижу здесь какой-то глубокой идеи. Есть куча, тут какая глубокая идея? Ну, просто у нее переконтращен. У нее перебито лицо и перепровален плащ. Ну, давайте говорить. Вот глубокая идея здесь. Было бы типа хуже, если бы плащ чуть проработался, чуть-чуть, а лицо было бы не настолько выбито в плоское, да нет, лучше было бы. Я сейчас объясню, покажу, что это такое. Они очень зависимы от цвета, экспозиции и прочих параметров. Чтобы хорошо было видно, вот чтобы видна текстура, вот текстура, допустим, там, майонебритость, что нужно? Рескость. Чтобы было видно цвет правильно, нужны освещения хорошие и так далее. Значит, а что влияет на цвет и текстуры? Это тоже очень важная составляющая картинки. Вот эта текстура, она требует резкости и определенного контраста, да. Кстати, смотрите, здесь не проваленно, если внимательно приглядеться, то вы увидите, что здесь все проработано. Ну, сейчас даже элементы железа. Вот это, вот такие истории с цветами, да. Здесь в чем идет речь? О том, что насыщенный цвет, здесь требуется резкость, детализация для текстур и цвета хорошие, насыщенные. Насыщенные цвета требуют определенной экспозиции. То есть тоже цвета – это продукт экспозиции. Если будет слишком светло и слишком темно, они станут не такими клевыми. В общем, вот существует такая отдельная дисциплина, я называю это пищей для глаз, да. Это просто вот текстура, вот капельки, там вот как дерево, там стена старая, пошарпанная, чтобы все это зафиксировалось, поработалось, да, и цвет такой хороший. И то, и другое требует и резкости экспозиции. Поэтому это не… ну и с освещения, разумеется, тоже, потому что, например, вот здесь боковое освещение проявляет все, всю текстуру дерева. Если бы свет был лобовой, здесь свет, очевидно, сбоку, да, прям сбоку заходит так низко. Если бы он лобовой, то мы бы не видели так вот это все не проработалось, то есть угол падения света очень важен. Соответственно, цвет и текстуры вроде бы отдельная история, но здесь относится к свету, относится к экспозиции, относится к резкости. Что там мешает? Значит, цвет и спектр источников бывает неудачный, то есть освещение. Нужно, чтобы цвета предметов были хорошие. То есть, выбирать, что снимать. Нужно, чтобы текстуру предметов были хорошие тоже. Нужно экспозицию контраст-сцен нормальную сделать. У нас белые и прочие настройки, да. Обработка иногда мешает, то есть часто обработкой портит, например, текстуру или цвета. Ну и, собственно, фокусировка, грипп, выдержка тоже все это важно сделать хорошо, чтобы было вот так красиво. Ну и смотрите, четвертый косяк – это композиция. Самая главная проблема – это отделение объекта от фона. То есть чаще всего мы даже на этом, то есть даже банально просто, вот у нас есть человек, нужно его хорошо от фона отделить, чтобы что сзади не росло. С этим проблем. Вторая проблема – это передача объема. То есть снять так, чтобы было понятно, что где расположено, что ближе, что дальше, передать объемы сцен. Дальше есть очень большая проблема – недостаток воздуха, то есть очень тесное кадрирование. Гробики, да. Сейчас посмотрим эти примеры. Что же, как гробики, я тебе покажу. Ну, гробики – это вот такой подход к портретированию, когда вот просто есть что-то и вокруг него вот сделан кадр, когда не работает, нет свободного пространства, какой-то композиции. Просто такой плотно закомпонованный кадр, в котором вот как в гробике лежит, например, лицо, или человек, или еще что-то. Слишком плотное кадрирование такое, в нем нет какого-то простора там, выразительности. Это очень частая проблема в композиции, потому что мы любим просто, мы сфокусируемся на объекте, который мы снимаем, да, и начинаем этот объект, вот он для нас главный. Уже там что вокруг него, главное вот объект сделать, возьмите, снять. Потом еще существует вопрос, связанный с балансом, то есть как в кадре сбалансированы разные элементы, я сейчас покажу, расскажу, с ракурсом, фокусным расстоянием опять же грит, там есть вопрос порядка прочтения, я сейчас покажу. Ну и самое главное, это ощущение зрителя, то есть суть заключается в том, что кадры должны, в конце концов, композиции, да, то есть как, что расположено как, должно давать какой-то настрой, ощущение, что-то передавать, работать. Большинство же фотографов, композиция вот такая тупая, она вообще ничего не дает, то есть не дает настроения, не работает со зрителем. Вот классика, да, плохое отделение объекта от фона, очень пёс-прегрессивный фон, который и по цвету, и по всему склеивается, хотя вроде девочка более резкая, фон размытый, но все равно это плохое отделение объекта от фона, да, он не выделен ни светом, ни чем-то, не композиционно, не лучшая история. Часто мне могут сказать, что ну это же такие условия, что поделаешь, ну что поделаешь, ищи другие ракурсы решения, может быть подсвечивай и так далее, да, или вот здесь ребенок склеился с другими детей, плюс сама композиция абсолютно неудачная, то есть баланс, все свалено налево, у ребенок подрезан неудачно, этот неудачно, здесь только один момент вот со взглядом пойман, справа есть свободное пространство, слева нет, не очень хорошо. Ну вот часто история, когда растут сзади, растут какие-то предметы, которые мешают, ну это классика столба с головы. Здесь, кстати, в этом кадре есть еще проблема, смотрите, кроме того, что у нее в головы растет столб, она не сбалансирована с домом справа, еще все это падает, то есть весь кадр заваливается и падает, это не лучший вариант явно. Вот тоже здесь попроще, но тоже вот тот случай, когда какие-то агрессивные элементы, деревья и столбы растут, и девушки немножко, и собаки растут, и девушки немножко портят нам ситуацию. А вот здесь, кстати, хорошее, вот смотрите, вот здесь вот разделение уже достаточное, то есть есть ребенок, есть родители, которые спорят и задник. И глубинарезка так подобрана, что читаются эмоции родителей, хотя они клеятся с ребенком, но они отделены от ребенка. Ребенок выделен светом и глубиной резкости, с двумя элементами вместе, и это уже очень неплохо, очень неплохо. То есть тут отделение достаточное, в отличие от вот этого, вот этого или вот здесь, да? Вот. Окей. С композицией нам сейчас, я тут недавно одну лекцию посмотрел, господи боже мой, там один человек очень долго рассказывал, что есть компоновка, есть композиция, но не мог никак объяснить, в чем разница. В его понимании компоновка это то, что делают другие, это фигово, а композиция то, что делает он, это здорово. Что ему нравится, вот какие приемы ему нравятся в композиции, это композиция, это здорово, а то, что он не понимает, не использует, не в отец, а это компоновка и фигня. Вот. Ну такое бывает, такое эгоистическое точки зрения, конечно, дурацкое. Действительно, композиция это огромный набор разных приемов и вещей и она не должна упираться сугубо в измерение линеечкой вот как любят потому что даже если ты очень все четко померяешь там линеечкой посадишь что девушку ровно где надо но это просто не очень хороший фото и не потому что сидит здесь или вот смотрите здесь также но здесь получше и почему здесь похуже а здесь получше потому что играет роль не только где геометрически расположен объект но еще и какой он сочетается с окружением и так далее вот это вот со спиралью это просто бишь из гораздо интереснее вопрос как мост с ними пресекается вот здесь интересней вот может быть что-то посложнее вот рисуют всякие линии вот эти вот рисовать или ли не меня просто бесит потому что это рисование линии это очень хорошо по готовой картинке но это не объясняет как мы видим сцену счит вот эти линии это сугубо контрастной линии которые есть на линии перспективы мы работаем не так мы мыслим не линиями перспективы Мы мыслим больше объектами и их взаимным положением. И вот это вот рисование этих линий, это совершенно бездарная вещь. Но, можно их рисовать, конечно, хотя здесь больше вопрос о балансе. Я предпочитаю все-таки говорить о немножко других вещах. Вы должны понять такую простую штуку. У композиции есть несколько слоев. Есть подход к композиции по линейке, и это далеко не все объясняет. Есть подход, связанный с понятием равновесия, вот тянет налево-направо, да, там какой-то взаимный равновесие, объем, что ближе, что дальше. Есть подход, связанный с движением глаз, как ваши глаза бегают по вот этой картинке, да, какими траекториями, на чем они останавливаются, куда смотрят. На более сложных картинках, да, можно траектории посмотреть. Причем разные люди видят по-разному, но в целом система и закономерности очень хорошо получается, вот. Я называю это, например, порядок прочтения. То есть вот у меня есть такая картинка, допустим, когда вы на нее глядите, вы сперва видите девушку и потом парня, потом какие-то предметы. Есть определенный порядок, в котором эти предметы вы видите, и определенные траектории. Здесь складываются все вещи, то есть и геометрический баланс, и движение ваших глаз, траектории, движение, в том числе то, что предметы по кругу раскиданы и так далее. И баланс яркости между ними, и субъективность, сама идея того, что мы смотрим сверху с неба, например. Ну, то есть такой необычный ракурс. То есть есть огромное количество приемов композиции, которые не связаны сугубо с линейкой. А вам, как правило, рассказывают 2-3 приема с линейкой, и все, и на этом все заканчивается. Композиция, то есть я говорю о косяках, давайте я объясню, почему я стал показывать не как не надо, а показываю наоборот, какие есть выразительные средства. Потому что большинство людей с композиции работают сугубо на уровне вот этого. Ну, то есть и в голове у них вот только вот это, или вот это. То есть только вот как вот по линейке расположить, все, максимум какое-то схождение. Конечно, сложнее воспринимать композицию, в том числе в комплексе, включая и движение глаз, и ситуацию, и в объеме, как они там расположены. А не только рисовать вот эти вот линии, блин, тупо вот рисовал линии, и все. Я сейчас просто покажу вообще вот классный пример. Вот, например, этот кадр, где пустое пространство, в общем-то, неправильное. То есть они слева, а справа много пустого пространства, и никого нет. И наклон горизонта тоже неправильное место, рождают классные ощущения. Вот если вы будете композицию по вот этим стрелочкам делать, у вас никогда не будет таких классных ощущений в кадрах. Смотрите, вот вам еще пример. Здесь есть вот это солнце и герой. Солнце белое, герой черный. И они в некой диагонали и противовесе. И они как бы вот создают одну диагональ, рисунок немножко в другую сторону, все краны направлены в ту сторону. Вот это создает такой некий треугольник между ними, сбалансированный, да. И тоже появляется какое-то ощущение. Плюс здесь есть динамика, то есть то, что он вот движется так, у него поза явно, да, он такой прям молится этому солнцу и движется, находится в движении, его ветер чуть-чуть раздувает. Вот это все вместе сработает, срабатывает, да, не только на уровне каких-то линий. И мне бы очень хотелось, то есть о чем я говорю, потому что я смотрю, все время вижу композиции очень лобовые. То есть когда нету ничего, кроме максимума вот действительно вот так или так расположить. Здесь же должны сочетаться разные вопросы, в том числе как бы взгляд будет бегать. Вот здесь вот смотрите, значит, как вот этот кадр устроен. Вот здесь есть четыре разных направления, да, и вот такое возвращение. То есть мы смотрим на один и тот же объект с разных сторон. Есть передний план, сквозь который мы смотрим, сквозь этот аквариум. Это вообще интересная игра, как здесь ломается пространство. Я создал такое зеркалье, то есть была идея такого как бы странного пространства. Это не провод, это трещина на стекле. Ну да, забавно. Вот пример как раз тоже баланса, да, то есть как человек интегрируется в какую-то сцену. То есть он между слоном и диваном находится, и картинка, и вот такой баланс просто некий, куда расположить человек. Или вот человек, да, и фон, тоже отделение, вот такое масштабность. Ну и в конце концов вообще может быть такая субъективная композиция, да, вид из холодильника. То есть когда самое главное даже не как друг относительно, здесь не идеально, да, человек заслоняет девушку, продукт заслоняет человека. Но суть в том, что сама идея того, что мы смотрим с холодильника, она и есть здесь композиционная идея. То есть кто наблюдатель, где он находится и как смотрит. Это тоже очень важно. Значит, смотрите, про композицию он показывал разные приемы. И моя мысль такая, что вашу композицию, как правило, портит один единственный факт, то, что ее особенно нет. Она очень простая, примитивная, неприкольная, нерафинированная, несложная. Комменты это очень интересная тема, да, вот когда нажать на кнопочку. То есть очень многие фотографы, они вот не ловят момент. То есть все клево, но это и касается эмоции, то есть какие-то эмоции промежуточные, не самые удачные на фотке. И касается положения тонкого героя, да, вот здесь вот есть чувство момента. Чувство момента, это когда смотришь и чувствуешь реально вот что, вот решающий момент, что есть в этом как бы кадре, вот именно тот самый момент, пики. Я вам просто хочу показать, да, во всех этих кадрах есть момент. Может быть он не навязчивый, он не такой прямо, что будет в лицо, но он есть. То есть чуть-чуть раньше, чуть позже будет не так круто. Вот это мысль момента. Здесь тоже момент, да, понимаете? Это момент такой вот чистилища, да, решение куда ты отправишься, в ад или в рай или обратно на землю. И здесь чувствуется тоже, удивительно, здесь же все статично. То есть, ну это момент, этот момент это вообще искусство. И меня вот очень расстраивает, что большинство фотографий не несут в себе вот этого ощущения момента. Они какие-то такие, как будто вот нажали случайно. Не тогда нажали, когда надо. Что мешает моменту? Первое, неумение увидеть и поймать эмоции. Второе, действие. То есть нужно конкретное, четкое, понятное, выраженное действие героев, да, и его нужно показать в той фазе, когда это действие хорошо смотрится. Дальше, движение в окружении. То есть, если что-то движется, ну вот, например, там люди движутся, или человек там проезжает, машина, да, вот поймать именно в определенный момент, а не кое-как. Пик ощущения в целом вашего. Вот это вот пик ощущения. Прямо вот я строил кадр, строил прям в поте лица, прям весь... Вот оно вот, с этой трещиной. Все, и лучше уже не будет. Это ну... Он же не сразу был такой. Не сразу я поймал угол, в котором все эти отражения. Не сразу я вот все это продумал. Окей, это момент. И тоже вот многие фотки плохие, потому что в них нет момента. Это тяжелая, это философская концепция. Не так легко это понять. Это не так строго, как все предыдущие пункты, которые прям вам привычные, понятно, да, композиция, экспозиция. Это резкость, это вы понимаете. Момент это немного более ускользающая тема. Ну, круто, когда в ваших фотографиях есть... Вот тут даже в портретах, вот даже в портретах, где-то момент есть, а где-то нет. То есть где-то есть ощущение момента во взгляде, во всем, а где-то его нет. Даже вот так можно обсуждать. Даже на уровне просто портрета головы. А тем более, когда это картинка, где что-то происходит. Вот нужно поймать и заложить в себе моменты. Это будет очень здорово. Разлучшим фотки без моментов. Значит, как со всем этим быть? Я рассказал вам сейчас 5 пунктов, с которыми надо поработать. Но работать с этим всем, это тяжело. И мне многие честно говорят, ну как это удержать все в голове? Здесь я могу дать несколько советов, очень хороших. Первый совет заключается в том, чтобы плясать от условий. То есть создавайте все условия, где вам будет проще, реже будет совершать эти ошибки. То есть, например, чтобы у вас был такой объектив, который наводится. Чтобы у вас был такой свет, такое время дня, когда он объемный. То есть, просто думайте об условиях, пишите от условий. Это очень хорошая история. Да, локации подбирайте, момент съемки, продумывайте заранее. То есть, я вам рассказал вот кучу аспектов. И контролировать их все одновременно невозможно. Но можно создать такие условия, где это не будет проблемой для вас. Вот старайтесь об этом думать. С этим нужно разбираться на практике, потренировать все это. Конечно, несомненно. Понимать, в первую очередь понимать. Сегодня вот вы сделали первый шаг, это понимание. То есть, я вам об этом озвучил, рассказал. Вы об этом задумались. Теперь это есть у вас в голове, вам будет лучше. У вас есть понимание, да. Но дальше нужно это превратить все в практику, потренироваться и посмотреть. Поэтому самая главная фишка, это подумав об этом, создавать все условия. Для резких картинок, где надо, да. И не резких, где не надо. Для правильной экспозиции. Для хорошей композиции выразительной. Для ловли момента. И для хорошего освещения. Которые хорошо всю эту сцену осветят. Объемно, красиво, классно. А не испортят вам ситуацию. Вот эти вот пять элементов, о которых нужно думать. Если вы это соберете, даже если ваш кадр, ну давайте говорить так, не содержит какой-то особого супер глубокого философского смысла и так далее. Но все равно он будет смотреться профессионально и классно. Если в нем все это есть. Делать все сразу невозможно, поэтому рекомендую сделать хитрость. То есть, можно работать по порядку. И вот я предлагаю такой порядок. В принципе, если вы снимаете какую-то сцену или кадр, я предлагаю очень простое решение. Сперва вот общим в целом сцену прикинуть, ее создать. Может, там расположить где-то модель, что-то подвигать. Там по-разному бывает. Ну вот найти сцену. Потом определиться с освещением. Потом определиться с точкой зрения. То есть, с какого ракурса и каким объективом вы это снимаете. Потом уже выстроить окончательно тонкую композицию. Там найти вот... Дальше экспозицию подобрать. Уже исходя из того, что у вас в кадре. Дальше, собственно, можно режиссуру сделать какие-то действия. Например, человеку сказать что-то поделать и так далее. И самое последнее, собственно, поймать моменты эмоций. Может быть, поделать несколько вариантов. Половить дубли и так далее. И если вы будете делать в таком порядке... Почему? Это особый порядок. То есть, прикольный порядок. Тогда у вас к следующему пункту предыдущие уже закрыты. Вы будете идти к результату. И в конце концов может уже поэкспериментировать. Не отвлекаясь на все это. На это. Вы уже сможете поэкспериментировать и половить. И действительно поймать хорошие моменты эмоций. Потому что ловить когда надо. Когда уже все настроено и готово. То есть, уже кадр построен, композиция сделана, экспозиция настроена. Тогда вы можете заняться ловлей. Просто элементарно поработать с моделью, половить что-то и так далее. Надеюсь, сегодня было полезно. Мы затронули кучу-кучу аспектов, над которыми стоит задуматься. И которые, в первую очередь, делают кадры не очень удачными. И я вам постарался дать какой-то общий алгоритм. Очень под уход, чтобы минимизировать вот эти вот неудачные кадры для вас. Все. Пока-пока. А полное видео смотри по ссылке в описании. И подпишись, чтобы ничего не пропустить.